Всем привет! С вами Андрей Сонар. Порадую вас свежей новиночкой 2022 года. Это новый рыболовный Пакрафт, который находится сейчас у меня в рюкзаке за спиной. И я иду его испытывать в первый раз. Погнали! Запакован он в стандартный рюкзачок номер один, самый маленький рюкзачок тайм-триала. И сюда, помимо Пакрафта, влез весь необходимый шмурдяк. А именно, сам Пакрафт, тряпочки для протирки, гамак для подвешивания самоката, но мы его сегодня ставить не будем, весло, звездочка четырехчастная, точнее уже пятичастная, но это частности, стабилизатор курсовой устойчивости, два насоса электрический и поршневой, держателей для спиннинга взял с собой два, хотя можно установить четыре, спас-жилетик и, собственно, рюкзачок. Вот, весь такой наборчик разместился в том самом рюкзачке номер один. Ну что ж, надуем Пакрафтик. Засекаем время, за сколько надуется Пакрафт с помощью электрического насоса с Алиэкспресса. 12.55. Вот даже весло не успел собрать, а одна секция уже накачана. О чем свидетельствует резкое изменение звука насоса. Одна секция накачана за две минуты. Устанавливаем курсовой стабилизатор, его я считаю абсолютно необходимым устройством для плоскодонных лодок. 12.59. Четыре минуты на накачку Пакрафта. Электрический насос также прекрасно надувает сидение. Понятное дело, что он не докачивает до рабочего давления, и для этого у меня с собой второй легенький поршневой насосик. Ну а с основной, самой трудоемкой задачей по набивке объема он справляется на ура. Поршневой насос служит для того, чтобы добить до рабочего давления. Эй, куда улетел, блин? Качать нужно совсем немного. Обязательно тщательно закрывайте крышку лепесткового клапана. Если это не сделать, и крышка будет приоткрыта, то лепесток в неблагоприятных условиях может вывернуть, и тогда весь ваш Пакрафт моментально потеряет весь воздух. Вот такой нынче у нас тут ветерок. И вот когда Пакрафт готов к бою, полностью оснащен, можно про него рассказать. Идея создания этого Пакрафта посетила нас после года успешной эксплуатации больших рыболовных Пакрафтов Бигфиш Пак. Бигфиш Паки показали себя отлично, особенно двойка. Двойку используют как полноценную двухместную байдарку, но очень легкого веса. Но Бигфиш Пак Единичка, несмотря на свои прекрасные характеристики, имеет слишком большие необитаемые объемы. И мы сделали новый, очень интересный корпус, обитаемое пространство которого такое же точно, как в Бигфиш Паке первом, но внешние габариты меньше. Вся лодка в сборе весит 5,5 килограммов. Это почти на килограмм меньше, чем Бигфиш Пак третьего поколения. Оконечности имеют такую очень интересную форму. Это очень хорошо для мореходности. И такие оконечности сразу породили внутреннее название этого Пакрафта «Чихонь», потому что Пакрафт похож на рыбу-чихонь. Рыба-сабля, у которой голова имеет характерную форму. Почти как о конечности у нашего нового Пакрафта. Кому-то это название не нравится, кому-то наоборот очень понравилось. Есть еще разные варианты, но пока что, пока что, до того, как эта лодка будет официально выложена на сайт Тайм Триала, она у нас называется «Чихонь». Пишите в комментариях, нормальное ли название, или хочется какое-нибудь другое. Мы примем это к сведениям. В этот Пакрафт заложена еще очень интересная идея. Если посмотреть на лодку сверху, то то, что сейчас является носовой частью, оно заужено сильнее, чем то, что сейчас является кормовой частью. Почему я вот так витиевато сказал? Потому что у этой лодки не определено, где есть нос, а где корма. Установка фурнитуры абсолютно симметрична. Поэтому сидение можно развернуть как в эту сторону, так и в эту. Если мы ставим сидение как сейчас, то предположительно скоростные данные Пакрафта будут лучше. Если мы сидение разворачиваем в обратную сторону, то увеличивается обитаемость. Вот такие ветра у нас. Увеличивается обитаемость передней части лодки. Соответственно, для рыбаков это будет очень ценно. Но мы сегодня по порядку испытаем, как установку сидения таким образом, так и обратно. Ну что ж, ветер тут уже не дает нам снимать на берегу. Посмотрим, что будет на воде. На воде будет нечто страшное. Пошли испытывать. Ох, как сидеть-то шикарно на этом кресле. О-о-о! Мне нравится, друзья, мне очень нравится. Парусность по сравнению с Биг Фиш Паком меньше. Отлично идет. Это фактически вайдарка. А какой накат по инерции, а? Ну-ка сейчас попробуем вообще против ветра. Вот так вот. Уверенно идет против хорошего порыва ветра. Здесь у меня установлены дополнительные колечки. В базе их не будет. Они нужны для того, чтобы перевозить самокат. Сначала самокат везет меня с Пакрафтом до воды. Потом Пакрафт везет меня с самокатом по воде. Еще хочу отметить очень хороший уровень защиты низа баллонов. Днище приклеено по очень большой площади. И линия приклейки заходит сильно за низ баллонов. У камеры этой очень хороший шумодав. Поэтому завывание ветра вы не услышите. Но ветер сильный. Очень хорошая скорость для Пакрафта. Сейчас причалю и поменяю положение сидушки. Поставлю сидушку по направлению к нынешней корме. Ну вот теперь бывшая носовая часть стала уже кормой. А более широкая кормовая часть стала носом. Ну вот тут стало места побольше. Вон ногам какой простор. Ну что, скорее всего будет у владельцев этого Пакрафта война между тупоконечниками и остроконечниками. Потому что и тупым концом вперед идет она очень даже достойно. Чтобы понять разницу, надо, конечно, в тепличных условиях откатать. Но, по-моему, ход у нее кормой вперед вообще замечательный. Ну, как сказать, кормой. Потому что на первом выходе это было кормой. А вот и порыв ветра. Да у меня такое ощущение, что даже кормой вперед как-то она лучше прорубается. 5-1, 5-6. Ох, разгоняется хорошо. 5-8, и это еще 6-2, и это я еще против ветра и не приступил к основательной гребле. 6-2, 6-1. Отличная скорость для Пакрафта. 6,5. Перехожу на размашистый. Уже 7-2. Друзья мои, 7-2. 7. Такое ощущение, что кормой вперед лодка идет лучше. Ну, это опять же сложно четко судить. Условия здесь нетепличные. Ветер очень сильный, порывы непредсказуемые. И приходят с разных сторон. Пакрафт очень комфортен для гребли. Сидеть высоко, хорошо. Сидение очень удобное. Показываю уровень приклейки днища. Днища по большой площади заходит на баллоны со всех, со всех, со всех сторон. Включая носовую часть, вот с такой огромной зоной приклейки. Ну и, конечно, бортовые части. Вот видно, что уже по камушкам я в этих местах немножечко-немножечко ПВХ-шечку поцарапал. Но ПВХ-шка толстая, поэтому никак не... Опа! Не повреждается. Ну, в общем, испытания прошли успешно. С первого раза ничего добавлять не надо. Ничего менять не надо. И нужно просто запускать этот Пакрафт в серию. Так что ждите его в ближайшее время. Выявилась, правда, достаточно серьезная проблема, по крайней мере, в данный момент. Пакрафт пытается улететь. Ну, придется эту проблему сейчас временно решить. Да, кстати, если собираетесь использовать Пакрафт с курсовым стабилизатором, что я однозначно рекомендую, то сразу заказывайте второй комплект кармашков для установки курсового стабилизатора. Здесь, как видно, кармашки стоят и на носу, и на корме. Потому что лодка может эксплуатироваться. И так, и так. Люблю функцию откачки у этого насоса. Она не является необходимой для такого лодочного комплекта, но, безусловно, экономит время. Переставляем штуцер на вход. Подключаем насос. Включаем его. И он очень быстро выкачает весь воздух. Вот удочку взял, а не половил. Ветер сильный. Ждите новый Пакрафт в продаже в интернет-магазине Тайм Триал в ближайшее время. С вами был Андрей Сонар. Всем пока!